Сейчас о прямой связи с нами из нашей студии в Санкт-Петербурге, Кемпинский мойка 22, директор института ХАЭКа Павел Усанов. Павел Реч, приветствую вас. Спасибо за вечер, приехали. Как бы вы описали ситуацию с внешним долгом? Какие выплаты в ближайшее время предстоят и когда? Ведь именно с этим связывает господин Орешкин на тенденцию оттока капитала, снижение оттока. Точные даты и конкретных плательщиков я назвать вам не могу, но могу предположить, что это будут десятки миллиардов долларов, это будут крупнейшие финансовые корпорации России, а также компании нефтегазового комплекса. И несомненно, что эти выплаты свидетельствуют о некотором завершении возможности финансирования из наших проектов за счет западных денег. В конечном итоге вот это сокращение оттока капитала, оно скорее свидетельствует не о стабилизации нашего финансового положения, а скорее о том, что вот этот ресурс заемный, которым мы пользовались в последние годы, он становится все меньше. Поэтому, когда эти деньги будут возвращены на Запад, проблема дальнейшего финансирования станет еще более актуальной. Поэтому я бы не сказал, что мы адаптировались, экономика адаптировалась, потому что, что эта фраза в конечном итоге означает? Это означает, что люди привыкли к тому, что они живут хуже, что цены на продукцию растут и что увеличивается безработица. И все факты говорят о том, что безработица у нас на 8% растет, инфляция находится на очень высоком уровне и экономика в следующем году продолжит падать. Поэтому это хрупкое равновесие или нащупывание дна, где-то заблестел оптимизм в конце туннеля. Эти фразы мы слышим последние полгода постоянно, но пока мы не видим действительного изменения в нашей экономике. Вот если вас сейчас слушал, Морец Кремер, то он подумал, эх, а мы-то хотели рейтинги повышать уже России. А господин Усанов... Дело, к сожалению, не в господине Усанове, а дело, прежде всего, в экономической ситуации. Санкции на данный момент никто не отменял и прочие проблемы остаются. Если тот или иной инвестор хочет вкладывать в российскую или в другую экономику, я, как и любой другой, думаю, экономист, будет рассматривать это как положительное явление. Но нужно смотреть фактов в глаза, то, что касается валютного курса. Посмотрите на цены на нефть, которые бьют рекорды с точки зрения понижения. И вы поймете, что неопределенность никуда не исчезла. Хотелось бы говорить только хорошие вещи и обещать рост, но нужно быть реалистом. Но, тем не менее, Кремер говорит не об экономических проблемах, не о экономических трудностях, а он говорит о начавшемся сближении и о возможном снятии санкций. Опять же, это ведь недостаточно, потому что санкции санкциями, они, конечно, если будут сняты, это будет хорошо. Но важно и чтобы инвестиционная среда была привлекательной. То есть, опять же, растущая экономика – это важный фактор для инвестора. Там же, где у нас существует проблема со всем этим, возможно, снятие санкций не так сильно повлияет благоприятно. Хотя, конечно, это было бы замечательным фактором для благосостояния наших граждан. Возможно, это сближение, возможно, его не будет. Я не берусь предсказывать вот эти геополитические последствия сегодняшних событий. На мой взгляд, санкции сейчас главная причина того, что экономика падает, отсутствие длинных денег. Это все. Это не все. Есть еще много внутренних проблем. И если мы посмотрим на бюджет, который планируется на 2016 год, и мы посмотрим, какие расходы у нас планируются на военно-промышленный комплекс, какие расходы у нас планируются на образование, и вообще в целом, как выглядит этот бюджет, мы увидим, что проблемы вовсе не только внешнего характера. Более того, я убежден, что коренные проблемы нашей экономики, они вовсе не в последний год-два возникли. Они были еще и до этого. Поэтому санкции санкциями, а нам нужно думать и о том, как делать экономику более эффективной. То есть это не какая-то волшебная палочка. Вы обращаете внимание на статьи расходы Минобороны, расходы на образование. О чем они по-вашему говорят? О чем говорят вот эти цифры по-вашему? Ну, они говорят скорее о увеличении вот этих трат на военный комплекс. Следовательно, фундаментальный фактор развития экономики, который экономисты чаще всего обозначают человеческим капиталом, становится менее значимым. А более значимым становятся вопросы безопасности и геополитические вопросы. Мы понимаем, что поддержание военно-промышленного комплекса, это может иметь некие политические причины, но для экономики в целом это некий вычет из создания благ, которые можно потреблять. Почему? Развитие военно-промышленного комплекса всегда и во все времена оказывало мультипликативный эффект на всю экономику. Но не надо забывать, тот рубль, который тратится на ВПК, изымается из секторов, которые производят что-то для потребителя. Если бы можно было стать богаче, просто-напросто тратить деньги на образование, то можно было бы всех направить в военно-промышленный комплекс и ждать, что мы все будем богатыми. На самом деле нам нечего будет есть. ВПК это, естественно, вычет. Это всегда плохо для экономики. Другое дело, что конкретные отрасли, связанные с производством ВПК, от этого выигрывают. Тем не менее, сельскохозяйственный сектор один из немногих, а, по-моему, даже единственный, показал рост за прошлый год и показывает рост в этом году. Посмотрите на всю экономику в целом. Я же говорю, здесь логика очень простая. А вся экономика в целом стагнирует от того, что нет длинных денег, заемных средств нет. И вопли Антона Германовича, они как раз и касаются того, что денег взять некуда. А если бы были сняты санкции, если бы их не было, то были бы деньги. Как мы пережили кризис 2008-2009 годов при той же цене нефти? Практически прошли его, не заметив. Ну, сложно сказать, заметив или не заметив. Были достаточно серьезные проблемы. Ну, или были, но они были кратковременными. Правда, курс нефти, правда, выросла достаточно быстро. Она фактически стабилизировалась на уровне 100 долларов. Да, достаточно быстро. Хорошо, мы сейчас уемная реклама, если вы не заражаете, после нее продолжим. Мы продолжаем спорить с Павлом Мусановым, директором института Хайка, который находится в нашей студии. Санкт-Петербург, Кемпинский, Мойка-22. Павел Ильич, меня, правда, при всем том удивило все-таки заявление замминистра финансов, который... Господин Орешкин, который утверждает, что Россия не испытывает потребности во внешнем финансировании. Абсолютно, мне кажется, неправильное высказывание, потому что любой бизнес строится на привлечении капитала. Чем дешевле этот капитал, то есть меньше процент, чем больше у вас источников финансирования, тем быстрее вы растете. Поэтому бизнес растущий испытывает все больше и больше потребностей в заемных ресурсах. Только тот бизнес не испытывает такой потребности, который стагнирует. Поэтому если господин Орешкин прав и бизнесу не нужны дешевые длинные деньги, но это скорее очень плохо для российской экономики, потому что свидетельствует об отсутствии перспектив нашего бизнеса. Конечно, нашему бизнесу нужны деньги дешевые и в большом количестве. Но тогда о чем говорит господин Орешкин? На что опирается свои заявления? Очевидно, он пытается обосновать ту тезис, что наша экономика стабилизировалась, и мы находимся в неком устойчивом состоянии, нащупали дно. Но любой официальный экономист вынужден говорить, что политика проводится правильная, что она стабилизирует экономику, что дальше будет хорошо. Нас кто-нибудь с вами предупреждал перед декабрьской и летней девальвацией о том, что у нас есть проблемы, и в скором времени граждане Российской Федерации ждите соответствующих проблем. Хоть один официальный орган нас предупредил об этом, нет. Нас, наоборот, заверяли о том, что ситуация под контролем, и все будет хорошо и дальше. Давайте декабрь уже новый не за горами, так что давайте не будем поминать. Тот декабрь не будем поминать. Да, Павел Иванович, благодарю вас. Вектор института ХАИК Павел Лусанов был на прямой связи с нами из нашей студии в Санкт-Петербурге, Кемпинской, Мойка-22. Продолжение следует...